Привет! Помимо Вайлдбересов и Озонов и любых других маркетплейсов, не стоит забывать про оффлайн-продажи. И сегодня мы на местной выставке. Приятного просмотра! За 4 дня до этих событий. Брянск. Центральный федеральный округ. До выставки 4 дня. У меня еще не закрыт заказ. И заканчиваются подносы для Вайлдбереса. Все как обычно. Жопа в мыле. Ладно, первым делом начинаем нарезать щиты. Поехали! Это ольха. Она пойдет на другой ролик. Кленовая доска. Пилю самой дешевой, тупой и опасной пилой. Распиливаю доску по 80 сантиметров. Надеюсь, этого хватит. Так, перед началом надо повернуть ножи. И выключить электричество. Все в смоле. Спасибо заказу из соснового щита. Работаем! Почему распускаю именно на ленточке? Во-первых, это экономия материала. Также плюс работы на циркулярке. Я не на самых дорогих дисках работаю. Это либо стандартный, либо вот метабо я ставил. И они достаточно быстро ступятся. И начинается вот это постоянное нагревание древесины. Ее ведет в разные, блин, стороны. Так что я лучше буду работать не спеша на ленточке. Кстати, надо просто поменять, наверное, полотно на биметалл. И работа будет куда быстрее. Но зато вот ее никуда не будет везти. В общем, пришлось расчехлять циркулярку и распускать на ней. В общем-то, каким-то макаром удалось наскоблить на 3,5 щита. И есть проблемка. Я забыл, что у меня всего 5 струбцин. Мне срочно нужно заказывать еще хотя бы минимум 5, чтобы объем был куда больше. Еще не помню, говорил или нет, но для этих струбцин я заказывал нарезку резьбы в одной из токарных мастерских города. В общем-то, не знаю, то ли слишком глубоко сделала резьбу, но, в общем-то, струбцина рвала их на месте начала резьбы. Так что пришлось еще их подваривать. Но пока щит клеится, а ЧПУ вырезает первую партию, я продолжаю нарезать на циркулярки делянки для щитов. Что ж, работа идет. Я еще сделал один вот такой 32-миллиметровый щит. Все-таки попробую сделать несколько шкатулок с крышками. Посмотрим, как народ будет реагировать на выставки. Если что, это вообще не реклама, но все инструменты, по крайней мере, в моем городе, они прям тащат. На следующий день пришло полотно для ленточной пилы и даже Тайтбон 3 был в наличии. Ну и попутно, кстати, наконец-то купил полумаску, респиратор. Только один момент, сейчас покажу, что случилось с циркуляркой. Я, в общем-то, практически все попилил, но заметил это, вот, как только выключил пилу. Ну, во-первых, дисочек начал немного шебалдаться. И вот, когда он остановился, вот такая ситуация. Здесь надо быть осторожно и выцарапать себе глаз. Ух ты, етить твою мать! Вроде цел. 18 августа, за два дня до выставки. Значит, установил щит. Обрабатывать буду прямой 6-миллиметровой концевой фрезой. К сожалению, большего диаметра у меня нету, так что будет достаточно долго. Но тут всего 6 штук, и это будет в качестве эксперимента. Посмотрим, зайдет людям или нет. Так, резко будет около 2-х часов. Запускаем и поехали. Ну, а пока ЧПУ работает, у меня есть время отшлифовать первую партию подносов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что касается шлифовки изделий внутри. Для своей линейки подносов я точно уже решил для себя, что в основном буду использовать систему Детера. Именно поэтому подкупил немного абразива 180-й зернистости. И как раз хотел проверить, насколько одного комплекта хватает. При использовании нового абразива не советую сразу применять большое давление на шуруповерт. Начните с минимального давления. И как только в процессе работы вы будете замечать, что эффективность щетки снижается, увеличьте давление. Тем самым появится новая и еще не задействованная область наждачки. Ну, давайте попробую объяснить еще раз. А то и сам-то с первого раза не понял. Первая партия зачищена. Что насчет щетки? До сих пор эффективно. Может, чуть менее эффективно стало. Но, в принципе, она еще нормально шлифует. И при том, что я еще особое давление не давал на щетку. Потому как с увеличением давления щетки начинают больше наклоняться. И, соответственно, появляется еще не задействованная область наждачки. Поэтому вполне себе еще эффективно. Если хватит прям на всю партию, то это прям великолепно будет. А тут как раз и выборка для шкатулки завершилась. Далее я поставил фрезу под 90 градусов, чтобы осуществить вот такую систему закрывания крышки. Так, а теперь нужно сделать крышку для шкатулки. Меня слышно вообще? Теперь нужно сделать крышку шкатулки. И она будет отличаться от основы тем, что теперь угол буду делать не снаружи, а внутри. Чтобы она стыковалась. Надеюсь, понятно. Ну и если для обычных подносов я использую насадку Т60Р, то для шлифовки внутри шкатулки отлично подходит насадка R-Micro. Я очень надеюсь, что это предпоследняя версия шкатулки, потому как, к сожалению, я не смогу ее, наверное, выводить в серию. Ведь такое соединение, к сожалению, для такой овальной шкатулки не подходит. Скажем так, очень проблематично одним движением закрыть крышечку шкатулки. Ровное положение придется постоянно ловить. Так что, скорее всего, мне придется вернуться к первому варианту стыковки крышки и основы. И потому как время все-таки поджимает, уже завтра выставка, я отпилил просто у основы верхушку, зашлифовал, и попробую продать их как отдельные подносики, но чуть за меньшую цену. Так, вот такая партия шлифована. К слову сказать, одного комплекта щеток ДТР охватило вот на такую партию. Так что, по-моему, даже очень выгодно получилось. Переходим к этапу приклеивания ножек. Нет, не переходим. Ну, точнее, пропускаем, так как я не заснял этот момент. Но отмечу, что в этот раз приклеил на цианокриолатный клей без использования активатора. Покрывал все тем же маслом для кухонной утвари от фирмы Maslow. Сама выставка, конечно, молодежная, но у нас в городе есть и другие ярмарки, например... Ну, поняли. Я думаю, что у вас такие тоже есть. Ну, а мы возвращаемся на молодежную. Вообще, я в принципе не ходок по выставкам, а тут еще и участвовать надо было. Но давайте расскажу про общее впечатление. В основном все мастера — это хендмейды, какие-то поделки. В основном, наверное, для девочек. Там всякие заколки, мыло, ароматические свечи, вязаные какие-то штуки. Очень много шмоток. Ну, и, как мне кажется, наверное, все-таки не совсем это моя аудитория. Хотя, вряд ли я понял, какая там аудитория, потому как на выставке катались молодые скейтеры, а под вечер пришла небольшая группа бабулек. Ну, да ладно. Ну, вот так выглядело мое место. С выкладкой продукции я особо не запарился. А на фоне играет, хоть и не я, но вот этот инструмент. Производит такие компания Cosmos Sky у нас в городе Брянске. А продают, на самом деле, по всему миру. Я ссылку на них оставлю в описании, так что заходите, если интересно. В самом разгаре выставки снять особо ничего не получилось. Да, если честно, особо и места там не было. Но, по моим подсчетам, около 200 человек на выставке точно было. По крайней мере, прошло мимо меня. Ожидания были таковы. Ну, ладно, скорее надежды. Как минимум 10 подносиков я хотел продать. За 7 часов выставки 4 подносика. Причем, те, которые не удались. И их я продавал рублей по 300, по-моему. И вот ирония. За все это время, пока я был на выставке, на Вайлбере заказали 8 подносов. Ах, ну, я думаю, вывод вы сможете сделать сами. Но, конечно, объективным его назвать будет сложно, потому как это всего лишь мой опыт в первой выставке. Ну, а на этом все. Если видео вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и увидимся в следующем ролике. Пока.